Ну, конечно же, расстроены этим поражением, планировали здесь сыграть более удачно, но, к сожалению, матч проигран. По первому тайму, скажем так, ну, владели преимуществом все-таки, да, неплохо контролировали мяч, были, ну, подходы, как обычно, в завершающей стадии чуть не хватало, да, доставки мяча и последней, предпоследней передачи. Пропустили гол, конечно, там в зоне отбива так играть нельзя, там эти единоборства нужно выигрывать, у нас три центральных ходов не сработали в этом моменте, в принципе, пропустили, да, не совсем нужный гол. Но после перерыва уже во втором тайме хорошо, скажем так, сравняли счет, сравняли счет, но не знаю, почему опять сели по мячу, то есть просили не садиться, не отдавать территорию, но все-таки прижали к своим воротам, там, опять же, по-моему, свои ворота, там у нас игрок забил этот мяч. И в итоге были моменты при стандартных положениях, которые, к сожалению, там не сработали, и воротарь отдать должную удачность сыграл. Но, в принципе, матч получился, я скажу, такой боевой, интересный, и поздравляю факел с победой, с домашней. Пожалуйста, вопрос, Кали. От Базилюка сегодня явно больше вас ждали, все-таки он цеплялся за мячи, но у Форуда все-таки другая работа, старту создавать, голы забивать. Ну, я все время говорю, нападающие это зависимые люди, да, то есть, да, он цепляется за мячи, там, как бы старается, но если нету передач на нападающих от хавов, то и, конечно, тяжело нападающим там острые моменты, там, какие-то создавать, да, за счет индивидуальных действий может, но все равно зависимые хавы должны снабжать этими передачами, с флангов доставлять. То есть, мы во флангах, у нас было много моментов, где можно было, да, выцелить, но, к сожалению, они не доходили до него эти передачи. Ну, в принципе, так. Мы джимаем сегодня хороший поединок ПРО, наверное, для идеального матча ему только гола забитого не хватило. Молодой футболист, перспективный, но вот, несмотря на эту молодость, можно сказать, что в данный момент он, вот, как лидер команды. Ну, знаете, он, на самом деле, неплохой матч провел и во фланге, и потом мы в середину его перевели, ну, как лидер команды, да, у нас, скажем так, команда только формируется, да, то есть только крепнет, и здесь очень важны вот эти лидерские качества. Кто-то в одной игре проявляет, и кто-то в другой, но все равно ребята сплачиваются, и лидеры у нас появятся, появятся лидеры, и рано пока говорить, что он там лидеры, или еще что-то, да, неплохой матч провел, но у него еще все впереди. Вот травма голкипера как-то психологически повлияла, вот вы в перерыве что-то увидели в команде, или сумели ребята справиться с этим? Да нет, но это же профессиональный спорт, они, как бы, эти травмы бывают, на самом деле эпизод очень, скажем так, неприятный, да, но здесь профессионалы собраны, слава богу, что первое обследование показалось, что у него там серьезных таких каких-то последствий нету, там, сотрясения, да, а так мы, я думаю, что спокойно обговорили все моменты, выходили на второй тайм уже, думая об игре, а сейчас уже после игры, конечно, интересовались его здоровьем, но тв-тв-тфу, оно вызывает оптимизм. Субтитры создавал DimaTorzok